Более 300 километров в одну сторону объездными дорогами проезжают волонтёры Донецкой области, чтобы помочь жителям освобождённого изюма. Везут продукты, средства гигиены и воду. Люди буквально выбегают им навстречу, зовут соседей. Мужчины и женщины спешат помочь волонтёрам разгружать груз. За месяцы российской оккупации в городе не работали магазины. Многих продуктов люди не ели уже давно. Многие из них до сих пор не верят, что город вновь находится под украинским флагом. Плачут, вспоминая, что пришлось пережить. Мы в погонях этой гуманитарки везде бегали, по всему городу, как собаки. Какие ваши эмоции сейчас с приходом украинских военных? Я не знаю. Мы бесконечно рады. Мы бесконечно рады и благодарны. И очень боимся, чтобы это не вернулось. Никогда. Во время оккупации медиков в городе не было. Ещё в марте, ремонтируя повреждённый обстрелами соседский дом, Сергей упал и сломал ногу. Российский военный медик лишь посоветовал парню выпить жаропонижающее. Кто медик предлагал? Какие услуги? С детьми подходите к вам. Паратит, цитамога. И потом Бог поможет. Сын Владимира служит в украинской армии. Мужчина говорит, россияне, узнав об этом, угрожали ему расстрелом. Нашли, короче, его какую-то форму армейскую. Это не кричат, это нацовская форма. Кричат нацовская форма там. Ну, давай же. И во дворе стреляли. Но так повезло не всем. Алексея оккупанты избили до полусмерти, когда узнали, что его брат – военнослужащий ВСУ. Лёбра и пальцы перебили, потому что у вас кто-то служит. Да, он малой у меня. Всё. Он дома. Я не хочу работать. Люди говорят, как только российские оккупанты узнали о контрнаступлении украинской армии, начали массово бежать из города, прихватывая личное имущество местных жителей. ЛНР уезжала. Поставляли вообще пустые дома. Полностью пустые. То есть вынесли всю технику, мебель? Всю мебель и подушки, и матрасы с кровати выносили. Это ужас. Новости о том, что в город зашли украинские военные, разлетелось в считанные минуты. Какие эмоции сейчас от того, что территория возвращена? Я говорю, что Украина приехала. Как увидели, что украинцы приехали, я мужу говорю, это кто на танках? Не пойму, это русские? Он говорит, нет, Украина. Я говорю, как Украина? Я говорила, я плакала. Я сказала, что рано или поздно мы будем с Украиной. Я говорила, я была украинкой и умру украинкой. Я менять свою страну ни на что не буду. Сначала не верилась. А потом пришёл сосед и сказал, это правда. Все видели машину ЗСУ. Мы очень ждали. Волонтёры благотворительного фонда «Ангелы спасения» уже не первый раз помогают жителям Изюма. За три дня сюда привезли более 15 тонн продуктов и средств гигиены. Первая поездочка была сложная, очень сложная. Значит, дорога полностью все заминирована. Даже сейчас мы ехали, видела, как есть места, где лежат мины, цепаранты. Как ты думаешь, куда мы дальше поедем? Дальше поедем по всей Европе. И в Луганск, и в Севтогорск, и в Северодонецк, и в Лисичанск, и в Луганск. Надо трошечку подождать. Пока в Изюме нет воды, газа, электричества и мобильной связи, город находится в руинах. Разрушено около 80% инфраструктуры. По предварительным подсчётам, за время оккупации здесь погибли тысячи мирных жителей. Алена Грамова из Харьковской области. Для телеканала Freedom.